Погасите, мои гостеньки, Погасите, мои любые, На моём дворе тихонька, На моём дворе тихонька. Пошли, будьте каравай, свои поедимы. Давай каравай тоже поедим. Смотрите, как встречается. Мой зелёный дождь, Народила, мой зелёный дождь. Да, гасите! Гасите, все гасите! А локоть и на мне! На моём ручке по берёжу, на моём ручке. Приятного аппетита! Может мне лучше на съезд с рукодельников поехать? У них весело! Ты расистки! Да! Так, друзья, всем привет! Мы едем, сейчас приземлились в аэропорту города Пскова имени княгини Ольги и едем на форум Истоки Смена Созидания Вот так вот мы Планов громадье! Так что следите за новостями Самое главное, чтобы нас сейчас покормили и дали поспать потому что спать хочется и искупаться искупаться я шампунь что-то мало взял Ну ничего, ладно Самое главное, чтобы дали поспать и отдохнуть потому что бессонных ночей уже хватило вот так перелет из Азии что-то какое-то псковское какое-то псковское когда компромиссальное положение ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 А чем не образ нашей кусковской церкви, правда? Пойдемте. Северная узловая Барламовская. А узловая башня Южная, вон там второй мост. Видите, шатер выключается. Это башня Покровская. Только с западной стороны. Если мы с вами к карте не сможем подойти на территорию Финляндии... Ой, деньги посыпаны. Спасибо большое. Спасибо. За это я приготовила. Посмотрите, пожалуйста. Это схема укреплений нашего города на 16 век. В конце 16 века Псков был защищен уже пятым поясом каменных крепостных стен. Вы видите, какая огромная стена. Западная сторона. Вот большинство делается. Продолжение следует... 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 Итак, ребята, мы продолжаем прогулку по центру Пскова. Смотрите, какой великолепный архитектурный ансамбль, а позади меня одно из зданий администрации города Пскова. И здесь тоже такие интересные домики. Чувствуется какой-то северный такой полорит в архитектуре. Итак, друзья, за моей спиной одна из достопримечательностей древнего Пскова. Знаменитые Паганкины палаты, построенные так, словно это тюрьма, потому что это была крепость, нужно было охранять свое богатство. Это был знатнейший род местной Псковской земли. И когда в 1710 году, после эпидемии, страшной эпидемии чумы здесь, в Пскове, род Паганкиных пресекся, то казна выкупила этот дом для своих нужд. И устроила здесь кружечный двор. Здесь хранились бутылки с алкоголем. И было найдено очень много интересных находок. А вот с этой стороны другой интересный исторический памятник, двор Познеевых. Ребята, мы сейчас находимся вот в этом вот замечательном парке в центре Пскова. И здесь руинированные стены. Петровский бастион. Вот что осталось от этих стен. Здесь были бастионы, а позади меня вот этот вот ров, овраг, где был создан разбит ботанический сад, огромный комплекс, потому что здесь стояло четырехэтажное здание реального училища. К сожалению, оно не пережило Великую Отечественную войну, его полностью разбомбили немцы. А когда город находился под немецкой оккупацией, то вот этот великолепный ботанический сад, куда привозили еще до революции растения со всех стран, со всех уголков земного шара, немцы холодной зимой 42-го года его просто вырубили. Вырубили на дрова. До этого была Александра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья, приступаем к общественно-полезному делу. Вот в таких перчатках сейчас будем собирать мусор здесь, на прибрежней территории Завеличья. Завеличья очищать побережье реки Великой здесь, на окраине города Пскова. Сегодня у нас 11 августа 2023 года. И вот наша дружная компания. Вот так вот, друзья, происходит сегодня наша уборка заповедных мест. Вдоль вот этой чудесной реки, по которой сейчас идет теплоход, мы убираем мусор. Люди, пожалуйста, не мусорьте вдоль водоемов. Да вообще, где бы вы ни жили, не мусорьте. Довезите мусор до помойки. Помойки. Не делайте так. Это очень большой труд. Но, конечно, это очень большой труд. Так вот, друзья. Вот. Так вот. Да, я-да. Так вот, это очень outra. После долгих ночей После долгих ночей После долгих ночей Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Камера хранения Итак, ребята, приехали в Сков Сдали вещи в камеру хранения Сейчас идем на автобус номер один Чтобы попасть в Светогорский монастырь Женский или мужской, не знаю Но говорят, интересно Куда идем? Я вот здесь гулял по этой улице Когда в 2017 году был в Пскове Я помню, да, вот эта улица Вот этот домик Но это была в октябре Такая осень прям была уже Желтая-желтая Передай привет Привет всем Итай Истоком Остановки не объявляются Объявляются? Нет, нет, не объявляются У нас кончики, короче А, ну ладно Еще не довезут, скажем Уверен, да, погулял? Короткий маршрут, дальше пешком идите Начали вкладывать клинику Там, графовывали Блин, показываем 10 Начали руководством Пусков не перестает удивлять. А вы представляете, ребята, вот в этих вот домах до сих пор живут люди. Десятые годы, вот такая почта. В России барикмахерская Марта. Дальше аптека. Глаза боятся? Да, глаза боятся, всегда говорят. Какой кораблик. Я одноклассник, короче, я поступил, я не помню куда, но там у нас не было. А, вот прям, ну, я помню куда, да. Короче, я помню, нацель, да. Сегодня мы собрались по грибы в Псков, вот, в Калая. Добрый вечер, на секундочку. Чернику собираем. Отлично. Да, чернику собираем, да. Кто-то только ест, а кто-то собирает. Вот так. Да, и сейчас заходим в храм, в собор Рождества Богородицы. А там будем собирать. Дорогие братья и сестры, мы сейчас ходим по стенам по территории Святогорского женского монастыря, одного из старейших в России, монастырь 14 века. Вот эта церковь, с которой я сейчас стою, была построена, церковь Богородицы, в 1310-1313 год. Смотрите, какой старинный храм. Побывали внутри. Здесь можно сходить на могилу игумени Людмены. Можно пойти в другой храм. Церковная лавка, купил там молитвослов. С утренним и вечерним правилом, как учил отец Анастасии. Котики тут живут. Анастасия Друзья, нахожусь сейчас на главной площади города Пскова. Площадь носит имя Ленина Владимира Ильича. Да, уже переходим. Сейчас я догоню. С этой стороны корпус Псковского госуниверситета и памятник вождю мирового пролетариата. А мы сейчас идем через мост на ту сторону. Крючки такие. Прикольно. Вот кафе Миша. Колорит Пскова. Так, друзья, вот здесь вот такая симпатичная надпись Псков внутри сердечка. Здесь псковская архитектура советская. Я только что был в библиотеке, но, к сожалению, она закрыта, потому что сейчас летнее расписание. И суббота-воскресенье она не работает. Но зато я взял два тома «Графиня де Монсоро» Александра Дюма. И вот такой вот великолепный роман. Детектив 90-х годов. Ловушка Леонова. Сейчас едем в музей. И пакет. Похожесть пакет. Просто оценка дляILLа. Поո enm arriver. Осторожно. Въ trolls закрывают ясно. Следующая Brisbane. Крынь. Скоро. Ст Bye. Стоп. Стоп. Спасибо. А сейчас, ребят, мы заходим в кладезь историко-культурного наследия Псковского региона. Вот этот вот Псковский музей-заповедник, который основан еще был в 1876 году. Вот такое большое красивое здание. Там мы видим и Паганкины палаты, и картину галереи, и все что угодно. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, ребят, очень интересный музей. Особенно понравилась картинная галерея и искусство перестройки 90-х. Там всего несколько картин, но они настолько вдохновляют. Это здорово. А сейчас идем вот в этот корпус Паганкины палаты, чтобы увидеть временные выставки экспозиции музея. А сейчас идем вот в этот корпус Паганкины палаты, и все что угодно. А сейчас идем вот в этот корпус Паганкины палаты, и все что угодно. А сейчас идем вот в этот корпус Паганкины палаты, и все что угодно. А сейчас идем вот в этот корпус Паганкины палаты, и все что угодно. Паганкины палаты, и все что угодно. Ох, как здорово! Города вместе... ... ... ... В ... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Где пароход ночный надрыв на прогуде, где поднимает небосвод, где поднимает небосвод, что без тебя оси рассел. Я только одна Ты нет меня, вокруг тебя невидимы Ты знаешь, без тебя ни дня Ты знаешь, без тебя ни дня Прожить нельзя Видимо Дамы и господа, Ника Иванович Великая страна Долины, реки и леса И клаги реют в небесах Во всей вселенной Ты у нас одна Во всей вселенной Ты у нас одна Россия Россия Бескрайняя Любимая тебя Перца в огонь Твоих Мы вместе Все разлетая прихрады Разрушая все стены Мы вместе О-о-о-о 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 О-о-о-о-о Да, вот так, ребят, хорошо провели время здесь, в Пскове, и не жалко, что нам купили билет не на 11.30 утра, а на 9 вечера, потому что... Да, потому что мы погуляли. Да, и мы провели здорово в Пскове время, и сходили на палату Паганкиных. Да, было классно. Супер. Водно в коридоре. Так что приезжайте в Псков, всех ждем. Продолжение следует... Продолжение следует... Эстетика России. Смотрите, ребят, какой раритет. Ребят, находимся возле Псковского железнодорожного вокзала. Смотрите, какие оригинальные надписи ресторана. Я говорю, тут фильмы снимать про 1950-е годы, вот. А вот и главный актер будет пробоваться в кастинге на роль главного жилищного инспектора по делам Ленинграда и Ленинградской области в 1952 году. Да, меня только что назначили на роль, я не знал об этом. Волнение, наверное, да? Да, огромный мандраж, у меня всегда так, да. Ну ничего, со всем справимся, и потом будет кинопремьера, которая будет транслироваться во всех кинотеатрах нашей необъятной Родины. Всем привет. Дмитрий Олегович, я, смотрите, во всех кинотеатрах в стране. Александр, добро пожаловать на Псковскую землю. Та-та-та-та-та-та. И всё. Котик, ну-ка, и немножко свернись в клубок от Ола. Ребят, представляете, аэропорт города Пскова. Тут идёт регистрация на рейсы, а вот здесь живёт котик маленький, смотрите. А его тут встречали с песнями. Да, он такой, он толстый, так смотрит лениво. Ну так. Котики провожают. Да, чего только не увидишь в этом Пскове. Ой, прости. Вот он. Погладить ему можно? Ну, пускай, отдыхает. Быстрый. Театры, танцы, акты, выставки. Ой, человек, я понимаю, прям, ну, кроме гулянок. Пускай, какие гулянки. Если это гулянки под гитару, душе, 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 без буквы, высокого, какого-то, там, не знаю, что последнее, что, окей. Всякие дни города, сейчас, что-то лучше. Длин, а вот так классно. Вот три добежали, ну, часы. Дет, лапеты. Дет, лапеты. Дет, лапеты. Да, а как бы что-то пришло, а глаз бежать. Да? А там же дискортиза такая, концерты такое. Класс. Вот, а ты, ну, здесь концерты, но это, если ты не хочешь, что-то глёбо. Сань, пошли, иду выбирай. Иду, иду. Могу приготовить пельмени. Иду, 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 сейчас. О, аккордеон. Да, мы ещё потом походим. Да, друзья, мы вот так гуляли, 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 гуляли и набрели на такой шикарный бар. Бар байкеров вообще классный. Тут у них был вечер короля и шута, вечер Ари, вечер Алисы. В общем, очень много разных групп. Ну, в общем, классное место. И недалеко от аэропорта, может быть, и не зря так случилось, что вы держали наши самолеты. Да, ребят. Да, да, это много. Ребят, я не помню себя. Ну, ты меня сейчас с девочкой перепутала. Я тогда, а, теперь вспомнила. Куда? 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 Важно тоже заботу давить. Такой вопрос. Мужчин это важно. Может, мне только такие просто девушки подали с ним. Я не знаю, но в любом случае они потребовались. Типа, вот мужчина должен. Мужчина должен то, мужчина должен север. Я говорю, хорошо. А что ты должен? Ну, я не понимаю.